Всем привет! В одном из роликов я упоминал, что делал анимометр, то есть это прибор для измерения скорости воздушного потока. Делал я его для проверки эффективности своей вентиляции. То есть я на вентиляционное отверстие в квартире поставил кулер его от компьютера и хотел замерить, насколько это лучше. Но в итоге как-то не получилось это сделать и пока забросил. Сейчас для проверки модулей NRF24R01 собираюсь вытащить оттуда, с этого прибора, макетную плату над Мега 8. И поэтому решил сделать обзорчик по этому прибору. Может кому-то он будет полезен. Теоретически вещь хорошая, но на практике есть некоторые недостатки. На эту схему я наткнулся в журнале Radio Lotsman 2016 год, 8 номер. Страница вот 56. Но это не оригинал, есть эта схема в иностранных источниках. То есть кто ее автор, я не знаю. Ну вот наткнулся на русскую статью, прочитал описание, вроде все доступно. Схема выглядит вот таким образом. Суть в чем? Мы имеем два датчика температуры. Это довольно старый способ измерения скорости воздушного потока, когда мы имеем два датчика температуры. Раньше использовались нити накаливания открытые. Но один датчик мы помещаем в какой-то объем, то есть мы закрываем его от воздушного потока, непосредственно от ветра. Но к нему есть доступ воздуха, то есть он находится при той же температуре, что и второй датчик. А второй датчик напрямую находится на ветру. И за счет движения воздуха второй датчик охлаждается. При охлаждении, допустим, сопротивление второго датчика изменяется. Вот эту разность сопротивления мы фиксируем и на основе этого делаем вывод о скорости ветра. Конкретно в этом устройстве, в чем его особенность? То, что сигнал на выходе мы получаем цифровой. Чем выше скорость ветра, тем выше частота на выходе этого устройства. В качестве датчиков применяются два транзистора в корпусе ТО-92. И сделано так, что датчик, который находится напрямую на ветру, его температура примерно на 50 градусов выше, чем у второго датчика. В состоянии покоя, когда ветра нет. Когда температура одинаковая, то есть ветра нет абсолютно, то на выходе устройства мы имеем почти нулевую частоту. И примерно такая же частота поступает на вход этого датчика. То есть она открывает его и подогревает, подогрев датчика. Если обнаружится какой-то воздушный поток, то есть датчик начнет охлаждаться, то схема эта зафиксирует и начнет подавать на него импульсы нагрева. То есть он начнет нагреваться, чтобы компенсировать охлаждение и оставаться при одной и той же температуре. Частота этих импульсов такая же будет и на выходе. В этом суть работы устройства. И в чем особенность, почему она такая сложная, это вот именно цифровой выход сигнала. И вроде как частота на выходе линейно зависит от скорости воздушного потока. Но у меня промышленного анимометра нету, поэтому я проверить это не могу. Устройство получилось очень чувствительное. То есть когда Артом создает такой очень легкий воздушный поток, дуя на датчик, то он все прекрасно замечает. Как работает схема, я объяснять не буду. Тут, как видите, все очень запутанно, много обратных связей. Если кому-то интересно, почитайте статью. Тут есть некоторое описание. В протеусе сделал, выписал основное из статьи, как настраивается. То есть изначально нужно настроить резистором, чтобы была разность температуры определенная. И устанавливаем ток подогрева, который определяет инерционность устройства, чувствительность и разные параметры. Применен один сдвоенный компаратор, то есть два компаратора в одном корпусе. Дешевый, распространенный LM393. Вместо датчиков хотел сначала поставить BC847. Это в корпусе SOT23. Хотел таким образом уменьшить инерционность, чтобы он быстрее срабатывал. Но я не учел то, что эти транзисторы нагреваются. То есть на измерительном транзисторе рассеивается порядка 300, что ли, ватт. Я не помню. Поэтому применяются именно те транзисторы, которые рекомендуются в статье. Где они тут? 2N4401. В корпусе TO92. Провести симуляцию в протеусе, конечно, можно, если заморочиться, но я не стал. То есть я это делал для того, чтобы развести печатную плату. Печатная плата получилась вот такая. Размеры примерно 45 на 45 миллиметров. Все остальные компоненты, транзисторы, это BC847. Два подстроечных резистора, компаратор и необходимые выводы. Под датчики сделаны контактные площадки, чтобы на проводах вывести эти транзисторы. И один выход OUT, это выход частоты на микроконтроллер, на измерение частоты. Далее, нужно было создать какой-то корпус для этого устройства. За основу была взята канализационная труба, 50 получается внешний диаметр. Она распилена на два таких кусочка. Все размеры я брал на бум, то есть в статье никакого описания устройства нету. Делайте, как вам удобно. Главное понять принцип действия, что к одному из датчиков должен быть свободный доступ воздуха, но не воздействие ветра. То есть отпилил два вот таких вот цилиндра. В одном из них, в том, который длиннее, прорезал такое отверстие, чтобы сюда поместился второй цилиндр. Вот таким вот образом. То есть нижняя часть, это будет ручка, это будет рабочее отверстие. То есть сюда дуть ветер, воздушный поток, внутри размещен датчик, второй датчик размещен вот в этом цилиндре. И там же размещена электроника. Склеил вместе эти цилиндры с помощью термоклея. Для лучшего контакта зашкурил поверхность, чтобы сделать ее более шершавой. И вот таким образом просверил отверстие. То есть самое большое сюда помещается датчик, который у нас рабочий. И несколько маленьких отверстий, чтобы сюда проникал воздух. То есть второй датчик набрал температуру окружающей среды. Потом соединил эти трубки вместе и залил термоклеем. Держится вполне неплохо. С усилиями я не пробовал оторвать, но довольно надежно. И также внутри сюда вот размещаем датчик, выводим изнутри и приклеим его термоклеем. Вот потроха. Это макетка над Мега-8 ЛСД-дисплей. Это сама плата с датчиками. Один датчик уже установлен. Рабочий, который приклеен. И вот этот датчик будет расположен наверху цилиндра рядом с отверстиями. Компорт здесь не используется, просто так болтается. И провода питания. Питание выше 6 вольт. Здесь используется кренка и эта плата также питается от 5 вольт. Вот показано расположение основного датчика. Ну и фотографиям все. Итак, вот он само устройство. Дисплей закреплен на супер надежном скотче. Таким образом держится. Правда дисплей вверх ногами, то есть приходится держать вот так. Ну, это дело, чтобы попробовать. Внутри вон датчик торчит. Вентиляционное отверстие. И здесь вся электроника. Провода питания. То есть вот таким образом. Беру источник питания. Плюс. Минус. И видим показания дисплея. Это частота, которая на выходе схемы. И сейчас она за 1000, потому что датчик холодный. Сейчас пойдет его нагрев. И ждем, пока показания упадут. на практике, что я говорил, что какой-то датчик неудобный, потому что я не разобрался в формуле, как перевести частоту в скорость ветра. Какая-то там непонятная формула в этой статье. И я ориентировался просто вот на эти показания частоты. Если разобраться, как перевести, может быть, тогда он был бы удобным. А пока, мне кажется, что было бы лучше просто линейно сделать датчик, то есть без цифрового выхода. Это было бы намного проще измерять его показания с помощью АЦП. Может, когда будет необходимость, я так и сделаю. Но эту плату пока, конечно, разбирать не буду с самого датчика. Может, когда-нибудь разберусь и она пригодится. Показания почти стабилизировались. Попробую руками закрыть вентиляционное отверстие. Ну, то есть здесь в комнате видим, небольшой сквозняк есть. Он его улавливает. Так, разместим датчик вот таким образом и попробуем падать на него с помощью 12-миллиметрового вентилятора, подключенного через резистор 50 Ом к литий-ионному аккумулятору. То есть, как он крутится будет, сейчас я покажу. он сам даже не может стартануть от такого напряжения. Вот, начал крутиться и крутится он еле-еле. То есть, если поместить руку по направлению, то ощущается, ну, совсем легкий ветерок. давайте сейчас подождем пока показания установятся и видно, что прибор довольно инерционный, то есть довольно долго он устанавливает показания, помещая сюда вентилятор. так, установился. А тут замкнулись провода вентилятора. еще раз заводим. Завелся. и видим вот такие показания. Максимальные показания где-то 1000 у этого прибора. То есть, это довольно небольшая скорость ветра. Вот сейчас видим еле-еле сквознячок, а это уже половина максимума. Ну, и по идее это можно настроить, если немного изменить параметры схемы. Так, ну, с вентилятором все понятно. Попробуем просто подуть. То есть, вот я поставлю сюда ладошку, чтобы она направляла поток, и подую в ладошку тихонечко. Если подуть с максимальной силой, то видим, что до 1000 можно догнать. Ну, в общем, вот такое вот устройство. Если кому-то нужно будет измерение скорости ветра, то рекомендую обратить свое внимание на подобный принцип измерения. это сравнение параметров двух датчиков температуры. Один, который расположен на ветру, а второй от этого ветра изолирован. И рассмотрим программу во FlowCode. Она тоже была написана на скорую руку, просто, чтобы измеряла частоту. В простейшем случае подключаем макетка от Mega8, частота какая у меня там 8 МГц, LCD Display на выход в начале LCD Display Start инициализируем Display два макроса Time и Impulse. В Time мы прибавляем переменную Time, Impulse мы прибавляем переменную Impulse. Далее основной цикл и здесь два пункта, когда частота меньше 150 и когда она больше 150. Тут используются разные принципы измерения. В конце после этого измерения мы выводим показания на Display. Небольшая пауза и в начало. Если частота больше 150, то есть это высокая частота и здесь применяется так называемый метод временных ворот. То есть включается два прерывания. Первое это по таймеру. Таймер 0 overflow. Максимальная частота 31250 Гц и здесь мы вызываем переменную тайм, то есть макрос тайм. Второе прерывание это по ножке Interrupt 1, то есть внешнее прерывание, возрастающий фронт или спадающий, без разницы там. И вызываем макрос импульс. То есть здесь мы включили эти прерывания, обнулили переменные и даем некоторую задержку 600 миллисекунд допустим. В течение этой задержки происходят все вот эти прерывания. Задержка прошла, мы присвоили новым переменам F-impulse, то есть float-impulse. То есть вот видим переменные типа float, F-imp и F-time. Присвоили эти значения и отключаем прерывание. Далее очистим дисплей. Так, а почему он тут? Не знаю, почему здесь команда очистить дисплей, но ладно. И теперь рассчитываем частоту. Она рассчитывается таким образом. Максимальная частота прерывания у нас 31-250 умножаем на количество импульсов, которые пришли с нашего источника. То есть то, что мы измеряем. И потом это значение делим на количество импульсов, которое прошло по таймеру. Это называется метод временных ворот. Вдаваться в подробности не буду. Окей. Вот мы получили частоту, когда она выше 150 Гц. Если она меньше 150 Гц, то здесь мы просто измеряем длительность какого-либо состояния, допустим, логической единицы. Какой-то вывод D3, на который подается частота. так, D3 это у нас где он тут? Вот. Это наш Interrupt 1. Просто здесь мы используем не прерывание, а используем как обычный вывод. Читаем его состояние. Далее цикл. Бесконечный цикл, пока сигнал равен нулю. И здесь в цикле опрос этой ножки. Когда сигнал перестал быть равен нулю, перешел в единицу, то в следующем макросе мы ждем пока он снова станет равен нулю. Не макросе, а цикле. Тоже самый цикл, только условие пока переменная равна единице. И далее идет само измерение. Мы включаем прерывание по таймеру, обнуляем переменные и считаем сколько времени пройдет, пока сигнал на входе не сделает один период. То есть вот мы ждем, включили таймер, ждем пока он равен нулю, он перешел в единицу, в следующий цикл, ждем пока он равен единице. И когда он снова перейдет в ноль, значит он совершил полный период. Присваиваем значение переменной fTime, значение времени, которое натикало за это время в прерывании, отключаем прерывание и рассчитываем частоту. Она рассчитывается просто 31, 250 разделить на количество импульсов, которые мы посчитали за это время. И здесь условия, чтобы на дисплее часто не менялось показания. В такой условии, если частота большая, то делаем дополнительную паузу и выводим на дисплей. Вот и вся программа. Мы просто считаем частоту, которая поступает на вывод микроконтроллера. лимонтроллера. Лимонтроллера. Продолжение следует...